Просто проясняющий элемент, просто некоторые по-разному диктуют, а в оппозиции расширение нужно вводить отдельное или все-таки образование может считаться расширением? Ну, если что, еще вопросы по ходу дела, то организм спрашивает. Ежа? Я просто в домик не мог попасть, и за это пришел. Я сейчас расскажу. Во-первых, расширение само по себе, зачем оно нужно? Само наличие расширения исходит из того, что мы играем в британский парламентский парламент, который предполагает, что мы четыре разных партии в парламенте, четыре разных партии, которые ситуативно, две из них ситуативно оказались вместе, то есть которые не являются союзниками в целом, а просто в данный момент оказались вместе. Они могут защищать один и тот же закон, но защищают его с абсолютно разных сторон, они имеют разных данных. избирателей, и поэтому они должны показать себя совершенно разных сторон. То есть будет нелепо, если две разных партии будут использовать одни и те же аргументы. И это та причина, по которой здесь есть расширение. Почему оно так важно? Ну, говоря вообще о... А, и раз это расширение является... Простите, не скажу. Раз расширение является единственной вашей, ну, отличительной шепотой, которая показывает, чем ваша команда отличается от других, поэтому на расширение я рекомендую вашей речи тратить максимум времени. Ну, то есть не все 6 минут, но там 3-3,5-4 минуты на расширение это будет здорово. То есть если вы потратите большую часть своей речи на расширение, это то, что нужно. Потому что можете, то есть если у вас проблемы с таймингом, если проблемы с тем, что вы просто не успеваете его рассказать, начните с него. Начните с расширения, потом переходите к оппоненту. Потому что очень часто анализ затягивает, и анализ, и оппонирование, и опровержение затягивает вас. И вы потом, когда вот-вот услышали хлопок, вы понимаете, что у вас еще расширение не введено, и вы вводите его в последнюю минуту. Самые важные вещи вводятся 15 секунд после окончания речи. Поэтому можно просто начать с расширения, чтобы уже не было с этим проблем. Потому что это, в конце концов, самая важная часть вашей речи. Вот. Ну, естественно, расширение должно быть, оно должно быть новым. То есть оно должно иметь новый конструктивный материал. И оно должно не противоречить линии правительства. То есть оно должно следовать той же самой линии, по которой играет правительство. Это два единственных качества, которым оно должно соблюдаться, которым оно должно следовать. Вот. Насчет новизны. Давайте сначала перед тем, как мы перейдем к расширению вообще вводим к правительству, остановимся на расширении оппозиции. В разных местах, я слышал, некоторые считают, что оппозиция обязана иметь свое решение. Некоторые говорят, что не обязаны. К чему здесь пришли, ну, консолидировались, что мы приняли заданность, и что практически всегда принимается заданность. Андрей, извините, перебивался. У вас все, фотоаппарки и все? Да, 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 все, спасибо. Ну, пожалуйста. Вот. Что мы здесь приняли, и как вы можете, в принципе, использовать всегда. У оппозиции, как и у любой команды, как и у любого спикера, в принципе, должно быть что-то новое. Каждый спикер должен продвигать дебаты вперед. И поэтому и спикер оппозиции, естественно, должен продвигать дебаты вперед, и, естественно, у спикера оппозиции должно быть что-то новое. Это не обязательно должно быть отдельное расширение, но это должна быть какая-то новая линия, какая-то новая идея, какая-то новая философская мысль, которая отличает вашу команду от других, подход, который отличает вашу команду от других. Это расширение не обязательно выделять в качестве расширения как такового. То есть вы можете завернуть его внутрь опровержения. Т.е. опряжение бывает двух типов. Оно бывает или конструктивным, или оно бывает... Замы слово по-русски? Я ее по-близски не могу вспомнить. Конструктивным, логическим, условно назовем его логическим. Техническим может быть. Техническое опряжение — такое опряжение, при котором вы просто разрушаете логику оппозиции, просто разрушаете аргумент. Его показывает, что аргумент неверен. Поддержка неверна, логические связи неверны. Тем самым просто аргумент разрушен. Конструктивное опряжение — это такое опряжение, при котором вы еще приходите к выводу, что результаты воздействия будут диаметрально противоположны. Где вы не только снимаете с весов оппозиции, но еще накидываете на свою сторону. Т.е. вы вводите, внутри расширения вы на самом деле вводите конструктивный материал. И если этот инструктивный материал есть, то он является расширением. Я вам в любом случае, правда, рекомендую, чтобы обезопасить себя, даже если вы вводите расширение в таком виде, сказать слово «расширение». И особенно спикер оппозиции, то есть спикер, как оппозиция, так и правительство, он обязан акцентировать на это внимание и сказать, что наше расширение было таким, что наше расширение было важно. Т.е. если вы употребите слово «расширение» лишние два раза, вы от этого не треснете, а это вас может спасти от обвинений в том, что вашего расширения не было. Потому что такое бывает, когда судья говорит, что я что-то не услышал о расширении. Судья может даже к концу дебатов начать клевать носом, но вы скажете слово «расширение», он так скажет, да? «Расширение», вот все, подчеркнулся. И даже если вы не сказали ничего прям существенного, у него уже есть подчеркнутое, что гораздо лучше, нежели если вы сказали много нового, а он этого не заметил как расширение. Поэтому рекомендую вам, правда, говорить слово «расширение». Естественно, главный вопрос, который здесь возникает, это откуда брать расширение, откуда его придумывать вообще, откуда его выражать. Во-первых, есть несколько способов, как можно ввести расширение. Самый простой, наверное, самый базовый – это вспомнить нового акта, то есть новое действующее лицо, которое в дебатах ранее не было затронута. То есть, допустим, вы можете говорить, если вы говорили, допустим, о шахтерах на шахте, вы можете начать говорить о всех гражданах страны и как это повлияет на них. Если вы говорили, допустим, дебаты о школе, допустим, практически всегда первое правительство фокусируется только на учениках-учителях. Во-вторых столах вы можете вспомнить прородителей и их роль во всем этом процессе. То есть вы можете просто выписать для себя актеров, какие они есть, и уже потом посмотреть, каких из них первые столы упоминают, о каких они играют, и потом играть за тех, которые еще не были упомянуты в игре. То есть это один из простейших способов, как можно это делать. Второй метод, ну такой же примерно, после этого. Может, я даже для себя, на самом деле, сделаю такую заменоку, просто выписать аспекты, какие они вообще есть. Вот просто посидеть полчаса и придумать те аспекты. И потом, когда вы на вторых столах сидите и понимаете, что все, что вы придумали, заранее использовано, вы смотрите на этот листочек с аспектами и придумываете, что из этого подходит. То есть вы смотрите, про экологию поговорили, про экономику поговорили, про право поговорили, не говорили про общество, но здесь это не применить, про религия, культура, политика. Множество разных аспектов, которые, в принципе, могут упоминаться в дебатах. Разные аспекты, разные сферы общества. И, ну опять-таки, все из них не могут быть в моментах в одних дебатах, зачастую какие-то из них бывают задумки. Но бывают и обратные ситуации, когда в этом случае эти аспекты просто неприменимы в игре. Ну вот, тогда уже нужно пользоваться другим способом. На самом деле, сейчас пока перейдем к этому. Есть еще один способ, тоже такой, я бы сказал, крайний, такой способ практикальный. Называется он кейс-стадер. Бывают ситуации, когда, ну, просто такое ощущение, что все уже было сказано. Тогда одним из выходов является кейс-стадер, когда вы берете пример какой-либо, и подробно, очень подробно рассматриваете этот пример. То есть, я не знаю, там, допустим, какая-нибудь игра по геноцидам вообще, вы берете и анализируете геноцид в руальной своей речи. Вы применяете все, что было сказано заранее, на примере, на фактологии этого примера, и вы его очень подробно рассматриваете. Там, показывая все причины следственной связи, показывая, как все, что было сказано ранее, работает на этом примере. Ну, способ такой, достаточно тяжелый, потому что для него требуется глубокое фактическое знание и глубокое знание примера, в самого случая, и не очень часто применяется. Но, в принципе, если вы оказались в ситуации патовой, если вы уже не знаете, куда деваться, то кейс-стадер может вас спасти, как крайний пример. То есть, вот эти расширения, они расширяют дебаты вообще. То есть, плюс к тому, что еще есть, вы придумываете еще что-то новое. Можно расширять дебаты в клубном. То есть, в ситуации, если до вас команда вышла и сказала все, бывают такие команды, которые выходят и дают вам 5-6 тезисов, которые недостаточно доказаны, которые недостаточно раскрыты, но они называют это шести аргументами. Или они могут ввести там 4 аргумента, а один из них просто там заявить и забыть о нем сказать. В принципе, мало его развития. Тогда вы берете их аргумент, который у них был, их идея, даже не аргумент, их идея, которая была, и вы развиваете его собственное расширение. Но при этом вы, естественно, должны показать, что то, что вы используете, совершенно отлично от того, что использовали они. Вы должны показать, что вы выявили аргумент на качественно новый уровень по сравнению с тем, что было до вас. То есть, опять-таки, если оппоненты используют технику, вот эту сплощадь-вертку, когда они скребут по земле и вот просто выскребают вообще все идеи, которые можно, не развивая их. Естественно, ну просто физически невозможно раскрыть 5-6 идей нормально за 2 речи. Физически вас не получится защитить, отбиться и еще и раскрыть 6 аргументов. Ну или вы раскроете недостаточно, какой-то из них обязательно будет недораскрыт. Вы берете то, что было недораскрыто, и развиваете ваше собственное расширение. И, естественно, если оппоненты посвятили этому 30 секунд, а вы посвятите этому 4 минуты своей речи, разница будет на лицо. Разница будет качественной, и поэтому, естественно, судья увидит, что хотя идея высказана изначально первой командой, но вы ее вывели на новую. Вы ее изменили существенно, поэтому можно взять их аргумент и развить его на новый качественный уровень. Плюс еще что можно делать? Можно изменять, грубо говоря, масштаб дебата. То есть в том виде, что если дебаты шли об абстрактной философской теме, там, допустим, о том, что государство, ну, я не знаю, если тема какая-нибудь, там, это палата, там, защитить шахтеров, я не знаю. Государство, если первые столы говорили вообще о необходимости защищать граждан страны, в том числе и шахтеров, вы можете перейти на практическую, в которой вы будете говорить, почему конкретно, как конкретно нужно защищать там шахтеров, как это поможет, каким предположительным государством это приведет. Или же в обратную сторону. Если первые столы говорили, там, об экономических последствиях введения кейса, о каких-то практических, политических, вы можете дать философское обоснование. То есть перейтись на уровень другой, или с философского на практический, или с практического на философский. Плюс еще вот эта возможность масштабирования очень помогает, если на первых столах была какая-то ложка. Если на первых столах они закопались в какие-то детали, если на первых столах кто-то неправильно услышал тему, как-то плохо услышал тему, и это приводит к тому, что вы не понимаете, о чем должны идти дебаты, вы можете немножко встать выше этого спора, который есть сейчас, который будет погрязть в деталях, и говорить вообще о философском принципе. О философском принципе справедливости, там, свободы. Вообще все дебаты, на самом деле, сводятся к этим принципам. Все дебаты, это дебаты о каких-то, ну, большинство дебатов подвигается сейчас. Это дебаты о столкновении одной и двух ценностей между собой. И все дебаты, на самом деле, можно к ним свести. И зачастую после длительного опыта, когда ты смотришь на дебаты, тема может быть незнакома, может быть фактический материал абсолютно незнаком, но ты видишь, что это там спор о свободе против безопасности. И любые дебаты зачастую можно вывести на этот высокий уровень. Судья очень оценит, если вы выведете дебаты на такой высокий уровень обсуждения прав человека, в принципе, философских принципов, которые лежат за законами, которые мы принимаем. И это плюс позволяет вам уйти от мелочных деталей, которые могли бы окрасить первые слова. Если же первые слова витали в облаках, вы можете, наоборот, спуститься на землю, надавать практических примеров, показать, как на практике это влияет. Ну, или с акторами. То есть, если первые слова говорили про жизнь отдельного человека, вы говорите обо всем обществе. Если, опять-таки, какая-нибудь тема про частные школы, первые слова могли говорить о том, как это хорошо для ученика, как это хорошо для учителя, как это делает процесс образования лучше, вы можете выйти и вообще говорить о всей образовательной системе. И о будущем страны, и о ценностях, которые лежат под вот этим образом. Или же, если они говорили обо всем обществе, спуститься и говорить о жизни простого маленького человека, ученика, который ходит в школу, родителей, которые отправляют, как изменится жизнь учителей. То есть, менять вот эти уровни, варьировать эти уровни, это один из самых способов, который я применяю практически всегда, вводя расширение. Он самый простой после просто введения нового аргума. А возможно ли ценностей на уровне определённой страны это тоже относится? Насчёт страны, сейчас скажу. Ну, смотрите, тут такое сказать. Насчёт страны это может быть, как ей стать. То есть, обратная ситуация работает очень хорошо. То есть, если, допустим, первые столы говорили о какой-то конкретной стране, вы можете начать говорить обо всём мире. Начать говорить обо всём мире или же говорить о регионе или о принципе вообще. То есть, если кто-то вышел и начал вам говорить, как этот законопроект будет работать в его стране или во всём СНГ, вы можете говорить, почему этот законопроект вообще хорош. Хорошего всего мира. А в обратную сторону это идёт не очень хорошо, потому что получается, что вы вообще... Ну да, сужать дебаты для конкретных стран не очень хорошо. но в большинстве случаев просто потому что не все люди знают все о тех странах, в которых вы можете говорить. Тем более на международном чемпионате. То есть если эстонец будет говорить про Эстонию, а русский про Россию, дебаты получатся не очень содержательными, потому что о других странах мы знаем гораздо меньше, и, соответственно, тот человек, который говорит о своей стране, будет в гораздо выгодном положении. В этом случае, если первые столы делали так, вы можете просто подняться на уровень выше и говорить о принципе вообще, о мире, о регионе, как хотите, чтобы уйти от той проблемы, которая создала первое правительство. При этом это позволит вам не нафиг, не идти в противоречие справительствам, если вы просто уходите на более высокий уровень. Вы как бы защищаете то же самое, но абсолютно уже не вдаваясь те детали, которые они вдавались. Вот. Еще насчет масштаба. Ну да, практика философии со стороны на мир. Ну и тоже возможно масштабированный кейс ставить. То есть это тот случай, когда вы можете поговорить о стране, но в данном случае можно говорить о стране. Только если данная страна является каким-то особенным случаем, очень репрезентативным, очень показательным. Руанда, так как. Случай геноцида в Руанде является идеальным примером практически по всем дебатам про Сомали. Ну то есть есть такие случаи, которые являются очень репрезентативными, их стоит обсуждать. Так что вот. И когда вы вводите свое решение, постарайтесь обосновать то, как вы его вводите. То есть скажите, что мы делаем. Мы выделяем того актора, которого не выделили наши товарищи по правительству. Или же мы выделяем новый аспект, который они не выделяли. Или же мы решили с философского, но практического. Просто скажите это словами, тогда это позволит опять-таки отделить вас от другой команды. Показать, чем вы различны. Вы всегда должны показывать, насколько вы сильно, то есть вы как бы вместе, но насколько вы сильно отличаетесь. Насколько ваша аргументация сильнее, важнее, интереснее, глубже и просто другая. И ну просто будет не лишним это сказать словами. Что наш аргумент является абсолютно другим. Ну при этом, если вы понимаете, что вы уходите совсем вдаль от ваших союзников, и вы пытаетесь их там или занахить, или уйти от того, о чем они говорят, вы должны наоборот показать, что, конечно, вы уже очень далеко, но вы на самом деле все еще придерживаетесь той же линии. То есть вы должны выдержать вот эту грань. Между тем, чтобы быть иными, отличными, и между тем, чтобы просто не занайфить, не увести дебаты в совершенно другую сторону. Насчет подготовки. Насчет подготовки к тому, чтобы быть расширением, ну, играть за расширением. Как вы вообще готовитесь, когда вы знаете, что во второй проекте остались? То, как вы готовитесь, отличается от того, как вы бы готовились, если бы вы были на первых столах? Да. Как пример? Ну, откидываешь все идеи, которые в первую очередь приплываешь слову. Или просто прописываешь несколько вариантов этих идей, и просто их не развиваешь в документах. То есть, когда готовишься к первому столу, ты прописываешь несколько определенных идей, потом можешь играть, расширяешь их до максимума, до кипящейших примеров, а когда играешь за второй стол, просто по максимуму, то есть, в надежде на то, что все их не используют. Да, мне кажется, это самая действенная методика. Когда вы готовились, вы больше времени уделяете брейнстормингу, просто проработке идей, какие вообще вам придут в голову, и вы их прописываете так, чтобы потом можно было за 15 секунд сообретить, как это вывести в аргумент. То есть, вы пишете аргумент о том-то и три слова. Когда вы слышите, что команда проекта заявила, вы его просто вычеркиваете или отмечаете, и в итоге там практически всегда что-нибудь даст. Если вы выделили 6-7 идей, то, естественно, что-нибудь останется к вашим вторым столом. Но бывают, что темы такие сложные, поэтому там уже нужно вертеться. Просто бывает, когда все сильные. Объективно есть, все аргументы делятся на нас более сильные, более вероятные, более слабые. Когда просто остаются на второй столе более слабые аргументы, вот что в данном плане делать. То есть, масштабировать, входить на философский план и берегировать. Склеивать их в один. Ну да, они в этих воде не всегда эффективны. Они вообще разные, да. Ну, то есть, два самых эффективных способа – это или придумать новый аргумент, или вообще просто другой. Если этого не получается, а перейти на другой уровень – идеальное средство. Вы как бы говорите о том. Но на самом деле, так как вот этот пласт дебатов еще не был разработан, вы уходите совсем по-другому. И дебаты, собственно, получаются совсем другие. Ну, бывает, конечно, когда команды говорят и о практике, и о философии, ну, тут уж, значит, и уровень рума у вас очень сильный. Значит, можно что-то придумать, стараться придумать больше, чем три-четыре сильных идей загаданных. Слушай, а вот такой вопрос. Мы не прибыли на мастерскую проконсессу, когда я не помню. Ну, ты думал, что когда мы с ней работали. Вопрос. А можно ли как-то вторая команда просто отказываться от документации и давать концепцию мира? Да, конечно. Ну, то есть, я не знаю, опять представь, партия какая-нибудь рабочих защищает, что нужно ставить фильтры на заводах, потому что это будет безопасно для завода. И зеленые, которые выходят со своей концепции мира, то есть мир экологически свободен, он должен быть хорошим, чистым, и у них просто разные философии. Есть сути, которые вообще рекомендуют всем командам выдвигать свои философии. То есть, если вы выходите со своей концепции мира, это отлично. Это, опять-таки, вас очень отличает от тех команд, если вы выдвигаете свою философию. Свою какую-то доказать. Ну, тоже там. Это, может быть, основывается на каких-то там просто общих либеральных ценностях, из которых вы исходите. Либеральные ценности покупаются очень легко. В Европе их даже иногда доказывать не нужно, к моему сожалению. Но, в общем, суть не в этом. Суть в том, что вы выдвигаете какую-то общую идею, на которой вы строите свои дебаты, свое философское время, которое отличное от команды первого правительства, свое видение природы человека, свое видение природы явлений, и это позволяет вам быть иной командой. Давайте попрактикуемся немножко. У меня есть семь кейсов, так что нам нужно разбиться на семь команд. По три с половиной человек. Ну, по географической близости как сидите. Ну, нужно семь. Три-четыре человек. Ну, есть у нас команды, которые считают, что они с очень высоким уровнем? Я вам дам кейсы послаживаю. Ну, давайте послаживайте. Ну, давай послаживайте. Ну, послаживайте. Ну, послаживайте. Ну, и тяните остальные. Ну, еще три группы у нас. Ну, еще три группы у нас. Вот так мы строим? Четвером. Будем так. Смотрите. Задача какая? Вам там что-то написано. Вам написано на тело. И примерно, ну, то есть в общей черте. Как повелось это первое правительство? Какие идеи, тезисы, аргументы оно подвинуло? Ваша задача, чтобы вы, ну, естественно, второе правительство, ваша задача — придумать расширение под данным кейсов, сказать, как вы с ним поведете. И вот объяснение, что делать первое правительство. Нам надо, ну, что, в принципе, алкоголь для всего мира — это просто. Нет, ну, а нам можно выйти и сказать, мы охватываем только в Дагестан, в принципе, в Азию. Здесь же самые культурные традиции. А мы можем не поддерживать культурные традиции, но внести новую игру. Просто Центральная Азия, она будет обосновываться на этих же культурных традициях, а весь мир на конкретном пределах. А это, естественно, не судили? Ничего. А если не судили, то есть не могу говорить? Мы можем завести игру на концептуальный уровень и говорить, что алкоголь, в принципе, для любого человека, не для успеха, а для человека. Ей нужно доказать, почему алкоголь — это плохо. И тем более они не культурные, а у нас почему алкоголь — это плохо. А алкоголь — это физическое воздействие, да, не знаю. Давайте возьмем, что алкоголь — это средство благодаря коронавирусу. Ну, 90% в аварии и 90% человек бывает. Давайте возьмем их идею, потому что алкоголь — это средство, которое уходит от контроля человека. Мы же не допускаем контроля одного человека и другим. Почему? Мы должны быть вам позволять руководить нами. И любое средство, когда человек теряет на себе контроль, следственное, должно быть запрещено. Если бы оппозиция ушла под контролированием, я не знаю, то все еще на флотике и так далее. Мы расскажем, что подеплатируем в следующем роли на эту тему. Это его идея, он развивал показатели игревой позиции. А мне же помогут. И вода классная. Я заполяла. И культурная печатка. Ваши линии. Да, вы решите, вы решили. Ваши линии. Ваши линии. Ваши линии. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...